Годекс ТТ-685 У нее все еще есть ТТЛ, также есть HSS, функция, ведущая ведомые вспышки, как и у ТТ-685, отличие лишь в сменном литий-ионном аккумуляторе. Время перезарядки составляет менее 2 секунд при полной мощности и 650 срабатываний от одного заряда аккумулятора. Вы можете этого не знать, но Flashpoint всю версию X1 переименовал в серию R2. Так что если вы хотите заказать вспышку в США, что было бы самым лучшим способом, например через Адорама, то официальное название должно быть Zoom R2 TTL Li-Ion. Убедитесь, что все правильно, потому что если вы не укажете ТТЛ, то вы получаете версию V850. Если вы не добавите литий-ионы, вы получите вспышку ТТ-685. Так что запомните, R2 TTL Li-Ion. Мы быстро пройдемся по меню, я покажу вам, как выглядит интерфейс, как можно работать с двумя вспышками, и как вы можете использовать одну в качестве ведущей, а другую в качестве ведомой. Итак, приступим. Здесь справа в этом нижнем углу кнопка питания. Давайте включим ее, и при этом загорается экран. В левом нижнем углу у нас кнопка теста. Вы можете видеть на экране вспышка один к одному. Идем дальше, нажимаю кнопку тест, и вы видите, как быстро она перезаряжается на полной мощности. Это просто потрясающе. Без аккумуляторных батареек или чего-то еще. Для этой вспышки нет батареек, потому что в ней используется литий-ионный аккумулятор. Слева здесь у нас есть кнопка мод для основных режимов. Вы можете переключиться с ручного на мульти, на TTL режимы. Находясь в главном меню, нажимаем кнопку сверху, которая отвечает за зум. Нажмите один раз, и вы сможете вручную управлять зумом. Либо перевести в режим по умолчанию, то есть вспышка будет подстраиваться под фокусное расстояние объектива. Дальше здесь находится регулятор мощности. В режиме TTL мы регулируем экспозицию. И если мы переключим в режим M, то эта кнопка позволит нам уменьшить или увеличить мощность с помощью диска. S1-S2 позволит вам синхронизироваться с предварительным импульсом, если вы хотите включить или отключить его. А теперь самая важная кнопка. Вот эта справа. Эта кнопка позволяет вам переключаться между различными режимами управления V860. В первом режиме вспышка будет являться ведущей по оптическому каналу для управления другими вспышками. В следующем будет оптически ведомый и будет срабатывать по световому сигналу от других вспышек. В первом режиме вспышка будет являться ведущей по оптическому каналу для управления другими вспышками. А в следующем будет оптически ведомый И будет срабатывать по световому сигналу от других вспышек Итак, у меня в руках теперь две вспышки Положу их на небольшом расстоянии друг от друга Чуть позже покажу экран ближе, чтобы вы могли увидеть меню Если они находятся рядом, как сейчас, то они фактически не будут видеть друг друга Чтобы радиосигнал подействовал, нужно хотя бы небольшое расстояние Так что слева от меня будет ведущий Если мы зайдем в режим мод, мы увидим значок радиосигнала в левом углу А также различные группы Это указывает, что вспышка в режиме ведущий Экран горит зеленым, когда вспышка ведущая И красным в режиме ведомый И так для обоих режимов Так что вы знаете, когда вспышка оптически ведущая или оптически ведомая Радиоведущая или радиоведомая Таким образом, вы всегда можете видеть, в каком режиме находитесь Просто по цвету экрана Вспышку справа я ставлю в режим радиоведомый Значок сигнала в углу Красный экран Теперь просто сделаем тест У меня здесь группа А Обе вспышки на одном канале Уберем эту вспышку подальше и нажимаем кнопку тест Все работает Я снова нажимаю кнопку И вы видите, как загорается ведомая вспышка И это действительно быстро, когда вам нужно переключиться Наоборот, сделать эту ведущей А вторую ведомой Очень просто и эффективно Когда используете вспышку в качестве ведущей, на экране видите основные группы Кнопка справа, переключение вперед и циклически Группа М для основного режима А, Б, С, это различные группы, которые вы выбираете Нажимаем мод, что позволяет переключаться между режимами TTL и ручным Выбрав определенный режим, вы можете нажать здесь, чтобы настроить мощность и компенсацию экспозиции Также можно настроить зум этой вспышки, что не повлияет на ведомую Таким образом вы видите, что зум меняется и только на этой вспышке В настоящее время нет способа настраивать зум вспышек, которыми вы управляете с ведущего устройства И в ведомом режиме и в ведущем все, о чем вам нужно беспокоиться, это группа Выбирайте любую, в которой хотите находиться, и таким образом вы можете иметь несколько вспышек в группе А, а остальные в группе Б Если вы используете, например, пять источников света или более Если вы хотите, чтобы зум в вашей внешней вспышке отличался от режима по умолчанию Тогда вы должны вручную изменить это Вот так Просто знайте об этом Надеюсь, что это видео помогло вам разобраться с функциями V862 Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь комментировать Я постараюсь ответить на них Смотрите другие видео, используйте эту и остальную технику Godox